Тернополь обзавелся собственным календарем культурных событий, сообщает НТБ. Буклет поможет узнать туристам о том, что интересного происходит в городе. Это систематизация тех событий, в которых просто человек может сориентироваться, что ему будет интересно, кого может интересно запросить в наше место как гостей. Ну и, конечно, для потенциального туриста это тоже интересно, потому что эта информация выносится на загал, на всеукраинские события. И очень много людей начинают понимать, что Тернополь – это не какая-то окраина нашей Украины, а не просто какая-то область, в которую нужно проехать. Тернополь – это место с многими фестивалями и своими традициями. Муниципальные чиновники говорят, люди зачастую сами не знают о богатой культурной жизни родного города. Когда мы сделали первый вариант нашего буклата, мы его сделали, раздали среди рабочей группы. И первый взгляд, который мы получили – это ничего себе, в Тернополе есть такая количество фестивалей. На самом деле сами тернополяне часто не осознавали той количественности работы, которую проводят городские, общественные организации, просто действующие и то, что делается в городе. С информацией из буклетов также можно будет ознакомиться на сайтах Гурсовета и Туристического информационного центра. В Черкасах прошел первый книжный фестиваль. 30 издательств и 70 авторов показали посетителям свои новинки. Об этом сообщила телекомпания «Рось». Издательство «Старого Лева» предложило читателям детскую книгу о звуках. А баба Галамага предлагает иллюстрированную сказку о маленьком лисенке. Очень много уже, кто его читал. Тут вообще идет история про лисенятку, которая жила с мамой лисичкой. У них дома были зайцы, потому что они были такая нетиповая семья. И маленькая лисенятка не послушала маму. Организатор мини-фестиваля, преподаватель университета имени Богдана Хмельницкого Людмила Федь говорит, что ей помогал весь город. Кто расплеивал оголошения, кто раздавал флайеры, кто привозил вещи. Помогали все, понимали, что подия для Черкасов уже нужна. Первый черкасский книжный фестиваль посетило 7 тысяч человек. Организаторы обещают, что книжная выставка будет развиваться. В Калуши прошел фестиваль любительских театров в нескольких районах Ивана Франковщины. Значительная часть постановок – представление для детей. Дорадно, что выставы были разноманитны для разного века. Очень много выставов было для наших детей, для наименьшего века, к основному казка. Из серьезных работ биографический спектакль «Терн на пути» о жизни Ивана Франко. Выконатая роль Франка, портретный грим в профессиональных театрах делают. Тут кто обещал все без портретного грима. И все равно мы ему верим, что это действительно с его болями, с его страданиями. Это Франко – звичайная людина. Но главное для артистов-любителей не награда, а то удовольствие, которое они получают, играя для публики. Люблю театр. Назвичайно, ну, как говорят, Марьюнем, потому что все, жизнь моя, я присвячую тому, вышукаю наименшую возможность пойти на ту репетицию, что-то новое добути для себя. Ну, и случайно переживаю за всех. Актеры и режиссеры любительских театров довольны фестивалем, но хотели бы большего. Например, пообщаться на тему актерского мастерства с профессионалами или увидеть работы коллег из других регионов. Сумские художники имеют свое видение велотекущей реконструкции театральной площади города. Люди искусства хотели бы видеть сердце областного центра выставочный квартал. Об этом сообщает телекомпания «Юэй Сумы». Сумские художники не имеют возможности выставиться в полном обществе, показать свои работы. В лучшем случае по одной работы от автора. Если будет участвовать каждый художник в спилке художников, а еще сюда добавить и не члены в спилке художников, у нас много в Сумах художники, то мы не можем показать даже третьей частины того, что мы могли бы показать до какого-то свята или вообще выставку художников. В этом рассматривался вариант реконструкции театральной площади, строительства на свободной площадке возле художественного музея выставочного зала, задачей которого было удвоить экспозиционные площади Сумского областного художественного музея. Этот объем архитектурный должен был соединить два здания, существующее здание художественного музея и здание по улице Гагарина 2. Под фонтанами ныне существующими, ну, наверное, вы уже знаете, мы не раз выступали, 1165 квадратных метров подземного пространства, которые мы тоже планировали инициировать, чтобы во время этого конкурса будущий проект нашел применение этой площади. Там можно было сделать дополнительные выставочные площади. А в результате мы получаем за 13 миллионов мы получаем замощение площади и замена каких-то коммуникаций. Не согласен с общественниками и художниками мэр Сум Александр Лысенко. Строить выставочные залы сегодня не стоит. Я думаю, что требует нам построить коммуникацию, отремонтировать, тротуарное покрытие сделать, дорогу сделать на центральной, а потом думать, какие деньги складывать в музее. Потому что я хочу сказать, что требует отремонтировать музеи, которые существуют, отремонтировать помещения, которые используются для выставочных залей. Что касается ремонта, вернее, строительства музеев, то есть между двумя помещениями или спорудами, которые одни с Чербаном належат, а другие художник музей, между ними строить, нужно выходить с пропозициями. Если готовы мы сегодня строить музейный комплекс, то это нужно сегодня, я думаю, обговорить. На плитку и трубы для реконструкции площади в этом году должны потратить 14,5 миллионов гривен. Семь уже выделено. Впрочем, на что тратятся эти деньги и где происходит этот ремонт, журналистам не сказали. Руководитель гору управления капитального строительства Виталий Шилов и главный архитектор города Андрей Кривцов сослались на занятость и не стали общаться с журналистами. Реконструкция площади возле театра имени Щепкина началась еще в 2015 году.